Привет зритель! Это Мальва. Я когда-то давно про неё говорила, но в принципе повторение ничего плохого не сделает. Я за ней только что, ну где-то час назад лазала в одно место. По-крутому может стать сказано. Сейчас она сохнет. Сейчас она вот такого розового цвета, нежно-розового цвета. А когда она подсохнет, она уже будет ближе к голубому, даже можно сказать сиреневатой голубому цвету. Ну вообще, когда совсем высохнет, то будет голубого цвета. Ты её можешь заварить, если у тебя сухой кашель, и попить. Если совсем противно, можешь с мёдом. Но вообще она по вкусу к заварке напоминает овсяную кашу. Овсянку, залитую молоком, или просто овсянку. Вообще, она называется алтей лекарственный. Бывает немножко другого вида, но похожего. Вот у нас в цветочном растёт такая декоративная Мальва. Красивая такая, ещё и разных цветов бывают. Ну то, что где-то там растёт алтей лекарственный. А если у тебя, зритель, растёт дикая Мальва, то не переживай, насчёт отсутствия алтая, можешь собрать себе Мальву. Вот она сейчас, начало июля, она вполне себе цветёт. Где-то раньше цвета, а где-то позже. Знаменитый псин, шелуха семён подорожника, появляется вот, благодаря вот этому всему. Это у нас, зритель, семена подорожника. Потом я, возможно, покажу тебе в естественную среди обитания этот подорожник и его семена. Кстати, семена подорожника ты можешь заварить и пропить, допустим, недельки две-три. Ну, допустим, недельки две. Потребляй его два раза в день за более точной информацией. Тебе, возможно, поможет интернет. Возможно, помогу я, но не в этом видео, потому что совершенно неподготовленное снимаю, снимаю то, что говорю, то, что помню. Короче, если ты хочешь забеременеть, но тебе и твоему партнёру как-то всё никогда-никак не получается у вас. Помимо прочего, всякие древние бабушки всяких древних русов, ну и только, короче, раньше, до интернета, советовали потреблять настой семян подорожника. У меня на одной знакомой я ставила эксперимент в своё время. Это если у тебя проблемы по-женски, ты всё никак не можешь забеременеть, а детёныша почему-то охота. Другой вариант употребления семян подорожника. Знаешь, есть такая фирма Эволар, есть у неё такие таблетки фитолакс. Если ничего не напоминает, то тебе повезло. А если всё же напоминает, то значит, привет, брат по несчастью. Короче, в составе фитолакса помимо всяких там вспомогательных веществ из натурального, там есть сена, потом абрикосик, укропчик и подорожник. Ты можешь взять одну столовую ложку семян подорожника, засунуть их в стаканчик, который на 250 миллилитров, но обычно гранёный стаканчик или есть 250 миллилитров жидкости или в чашечку керамическую на такое же количество воды. Засунуть эти семена туда, залить крутым кипятком, дать настояться минут 5-15, а потом дерёбнуть и будет тебе счастье. Семена подорожника имеют свойство разбухать. Ну и дальше идёт естественный процесс. Это на случай, если всякие активики, верчики и прочее требухание помогают. Это страдаешь калитами либо запорами. В принципе, калит и запор по сути одно и то же. Тут у нас есть совсем немного красного клевера. Чуть-чуть розового тысячелетника. Кстати, обладает розовый, не только розовый, а вообще тысячелетник обладает некоторыми сапонинными свойствами. То бишь, можно сделать отвар и он будет слегка мыльненького такого эффекта. Ничем не хуже, в принципе, чем нашумевшие, напантованные индийские мыльные орехи. Розовый клевер раньше обходила стороной, очень зря. Бывает такой ещё. Белый клевер называется в народе кашка. Бывает красный такой крупный клевер, более крупный. Вот у этого клевера шоу белого, шоу такого розового. Шоу крупного красного свойства одинаковые. Здесь какое-то средство, у меня бабуся употребляла. В основном для этого средства стоит клевер, средство для сердца, чтобы сердечко хорошенько работало. Также можно при кашле. Можешь смешать красный клевер, допустим, вот тут есть у нас чуть-чуть совсем ромашки, с ромашкой. И, допустим, ещё с той же самой мазвой. Если у тебя, допустим, сухой кашель, попьёшь децл и будет кашель мокрым. Соответственно, потом всё ещё раз попьёшь, ещё раз попьёшь. И этот мокрый кашель выйдет весь с мокротой и всё закончится. Ну, ромашка обладает успокаивающим свойством. Можно её заварить и протереть мордочку лица. Можно не только мордочку. Клевер красный можно заварить зелёным чаем, будет вкусно. Не зря же китайцы делают свяженный зелёный чай и внутрь кладут цветочек клевера. Он красиво так распускается. Не только красиво это, не только вкусно, но ещё и полезно. Так как я уже говорила, что снимаю это исключительно то, что на данный момент находится в моей голове, она как компьютер. Ну, не во все же папки в компьютере ты можешь одновременно полностью залезть, да, и всё это прочитать и осилить. Что помню на данный момент, то и говорю, учитывая, что у нас дикая жара уже несколько дней. У меня ещё сегодня вода немножко отказала от работать, то, соответственно, что ты узнал, то если тебя вдруг заинтересовало, то ты вбиваешь в поиск. Опустим, короставник полевой, я его постараюсь сегодня заснять, надеюсь, в том месте, куда я сейчас собираюсь, он ещё есть. Или тысячелистник. Кстати, можно собирать не только вот цветочки, но и с листиками. Тут у нас вот как раз этот листик есть. То есть челестник. Ромашка. Не только отлично, а ещё бывает такая ромашка, жирненький такой стебелёк. Называется в народе поповник. Не знаю, как профессионально, но, в общем, этот коммамиль вбиваешь в поиск. Вбиваешь в поиск красный клевер, либо просто клевер. И не обходи просто клевер стороной. Он точно такой же полезный. Не менее полезный, чем красный клевер. Чем его жирный брат, красный клевер. Листики подорожника. Ну, я думаю, многие с детства ещё помнят, что вот ранка, промыл ранку, сорвал листик подорожника чистенький, если он грязненький, промыл его. И чистенький листик подорожника приложил к ранке, прибинтовал его бинтиком. И ранка сжила. Вот тут у нас семена уже немножко опалит от того, что подсохло. А здесь у нас люпин. Я буквально весной узнала, что из люпина из его семянышек. Сейчас он ещё не совсем в той кондиции. Отдельные семянышки я уже как бы отшелушила. Ещё часть у меня там ждёт моего прихода, чтобы я пошелушила снова и разобрала акации вот из семянышек люпина. Делают муку. Давай брис, она дофига стоит. И продаётся малюсенькой, всего лишь пальчикой в 300 грамм. Я понимаю, почему она дорого стоит, потому что это очень внутренное занятие. Это всё собрать и дерябить на семянышке. Семянышки потом надо будет уже вот чем-то промолоть. В общем, если эту муку добавить в пшеничную муку немножечко так, то она улучшит пшеничное качество, точнее качество пшеничной муки и хлебушек будет в принципе подольше жить. Я ещё не пробовала, но я даже думаю, что в принципе, наверное, эти люпиновые семечки, зерночки бобы. Можно как-то и заварить. Из пшенички же делают всякую кашку. Об этом я знаю ещё совсем чуть-чуть вот о блюдине, поэтому ничего на веру так говорить вам не буду. Если вам интересно, просто почитайте. Возможно, мы с вами одновременно почитаем про это и будем. Очень такие просвещенные в этом вопросе наша Мальво. Да, можешь делать отварчик или просто залей кипяточком и настойчик. Интересно, что такое настойчик и чем она отличается от отварчика. У меня там есть в плейлисте, скорее всего, от чая-чая, а также травы и цветы. Мастер-класс, как это всё делается, все эти отварчики, настойчики. В общем, делай отварчик либо настойчик, часть выпей, если у тебя проблемы с пищеварением, а другой часть мордочку протри. Недаром же в Глинмаме есть какой-то крем увлажняющий с подорожником, крем для лица увлажняющий, с подорожником. Вот этим тоже, в принципе, можешь протереть мордочку лица. Конечно, это надо побольше тут, а не вот такое малюсенькое количество. Мальво, при случае, тоже можешь делать настойчик, либо отварчик и протереть мордочку лица. Вообще, знаешь, зрители, у Ифраше раньше был очень хороший шампунь и ещё спричек к нему для волос с Мальвой. Мне очень нравился. Хотя у меня тонкие жирные волосы, так вот этот шампунчик с Мальвой очень подходил к тонким и жирным волосам. Не буду путать, потому что я не помню, возможно, он для всех типов волос был, но для тонких и жирных волос по мне себе подходил. Я даже делала отвары из Мальвы, окачивала волосы. Вот ты можешь точно также, кажется, он был для объема набрать Мальвы. Не обязательно её сушить, сразу так вот заварить, настоять, заварить, дать остыть или проварить и легко дать остыть. Процедить и окатить свои волосы. Либо же сделать тонечек или протереть свою мордочку лица. А вот такой расставник полевой. Вообще полезен при желудочных болячках. Горький жутко. А ещё можно принимать с нимбаны, если у вас проблемы с кожей. Или протирать личко, если у вас опять же проблемы с кожей. Бывает разных цветов, но тут у нас он представлен только одного цвета. И у дороги его лучше не собирать, да и мы не будем. Ну просто вот остановился на велике и специально решил заснять для тебя зритель. Коростальник полевой. Да вот он ещё не распустившийся. Фудка его у меня есть в группе травника ВКонтакте. Ссылка на травник находится в инфобоксе. Если интересно, можешь глянуть. Пижма. Опять же лучше у дороги не собирать. Хорошее желчегонное средство. А ещё, если у вас судороги в лапках, передних и задних ногах или руках, не обязательно это эпилепсия, а просто нервные судороги. Мало ли, какие ещё судороги бывают, от чего ещё. То можете делать, допустим, если ножные судороги, или внезапные боли в костях, внутрикосные боли я их называю, или онемение конечностей. Можете собрать вот этих картиночек пижмы, насушить. А можете даже не насушивать, если сию минуту надо. Сделать с ними отвар. День, полчасика проварить их. Дать остыть, процедить. И подержать минут 15 ноги в этом счастье. Ну конечно, процедуру надо будет повторять так. День, ну хотя бы недельки две. Проверено на одной бабушке. Помогает. То, в общем, пропадёт вся эта хрена тень. И имение конечностей и тому подобное. Мать и мачеха. Весь они первоцвет. Не помню точно, но по-моему, если заваривать, то при более горле помогает. Но ты зрителю точни в гугле. Потому что я так по памяти всё говорю. Но вообще можно заварить и мордочку лица протереть. Или измельчить и в какую-нибудь маску добавить. Здесь я тоже не советовала бы собирать. Оно вот. В дороге хоть тут и машины редко ездят, но пыльно. Это раньше в Советском Союзе собирались сёстрами, чтобы сдать аптеку по дорожке мать и мачеху. Но тогда и машины-то ездили раз в год, к обещанию. Подходить туда религия запрещает. Я тебе вблизи покажу. Я думаю, понятно, что это что-то полох. Корень у него откопай. Тот же самый лопух. Отвори и отвар в голову вотри. Или просто окати. Да, мне родственник кипрея. В принципе, при желании можешь засушить и заварить в чай. В желудку хорошо будет. Давай подойдём к клипе нашей. Я в первый день приезда её собрала вечерком. А потом всё что-то как-то не получалось. Да и вечером было много всяких пчёлок. А утром одна стала как-то отвлеклась. Не до того было, когда уже вставала позже. Другие дни. Вставала не так рано, как хотелось бы. И пчёлы тут уже во всю жужу. Олени только пчёлы. Липа. Вот тут более-менее вменяемая липа. При простуде можешь заварить. Если, допустим, зимой простудишься, ну собери вот этой липы. Липу, кстати, надо собирать до дождя. Если дождь прошёл, то уже весь этот нектар смыла водой. И липа уже не будет такая ароматная. Липа практически будет не пахнущая. Особенно, когда высушенная. Тем более не пахнущая. И, в принципе, бесполезная. Ну, можешь так, это ванну с липой сделать такой. Какой-то эффект уже будет. Но вот если ты решишь полечиться липой, уже ничего такого не получится. Вот тут тоже ещё немножко липа осталась в таком нормальном виде. Так вот, завариваешь липу, когда простудился каким-нибудь кашлем, насморком, горлом и так далее. Она патагонная. Заварил, попил. Заварил, попил. Можешь с медом попить, можешь так попить. Лучше с медом, конечно, пить. Вкуснее и полезнее. И организм тебе скажет спасибо. В уфраше, по-моему, был липовый шампунь. Шампунь с липой. У меня какой-то шампунь дешёвый тут стоит. Уже перелитый в другой флакончик. Тоже с липой. Можешь сделать отвар из липовых цветочков. Собирать надо вот. Вместе с этим листиком. Вот так полностью собирать. На это у меня приближено было. Вот так надо полностью собирать. И сушить у меня. Она сохла в горенке. Может быть, в проветриваемом месте можно сушить. Ну, в таком, в теньке, ближе. На улице, да. Или в каком-нибудь таком затемнённом месте. Тут шмель полетел, но он, наверное, в камеру не влез. Как раз с липой. Ну и, в общем, в таком виде. Можешь измельчить её потом, когда высохнет. Можешь так заваривать. Просто липовый чай вкусный. Говорят, успокаивает наравне с ромашкой. Можно смешать вместе с ромашкой. И сделать как лечебный отвар при простуде. А можно вот вместе с ромашкой смешать и лицо протирать. Можно просто делать отвар из липы. У меня там алиска прыгает. И тоже лицо протирать. Всё ещё пахнет очень вкусно. Когда я собирала и в горницу сушила, у меня три дня там, в общем, благоухала горница мятой. Ой, пардон, не мятой, а этой липой. Про мяту вспомнила. Потому что в одном месте растёт мята, но сейчас жарко и туда тяжело ехать. Ну и в определённые дни туда вообще лучше не соваться. Что-то у нас ещё есть. Вблизи такое. Что-бы ещё и с цветочками. Вот тут, смотри, мачеха и лопушки. Смотри, это полевая герань. Полезная для желудка. У меня на страничке ВКонтакте, посвящённой травнику, есть фотка с ней. Но у меня уже такого количества на данный момент нету. Вот именно цветочки очень геморно их собирать. Вообще, когда ты их собираешь, зрители, рука становится липкая, сладкая, там нектар такой течёт с неё. Что удивительно, тут малюсенькие такие цветочки. Короче, хорошо при проблемах с желудком, пищеварении. Сделать отварчик такой. Не знаю как ты, а мы в детстве с сёстрами эти лепесточки на ногти приделывали. Для красоты. На ногти, на руках по основе. Бывает такая же, только немножко другого цвета. Это уже полевая герань. А та... Макушка побледла. Луговая гвоздика. Ещё бывает турецкая гвоздика. Ну, по сути, вот это разновидность полевой герани. Немножко другого цвета. А если встречу в этот приезд, то засниму тебя. А если не встречу, значит не встречу. Можно также фейс протирать. Я, конечно, могу напутать, но ты можешь уточнить. У тебя же есть уже зацепка, да? Тебе должно быть уже интересно. Можно для любого типа кожи использовать. Так. Что ж, пойдём дальше. Вообще, я хотела с тобой поделиться своими мыслями и знаниями насчёт крапивы. Крапивы. Ну, я думаю, мало кто не знает о свойствах крапивы для волос. Да, тем более для жирных волос. И... Полыни. Ну, пока она не попадалась, она внутри огорода. Хотя я полыню уже вижу. Вот тут у нас красный клевер, точнее розовый клевер. Красный клевер я вчера нашла в огороде. Вот. Вариация полыни. Тут она в теньке и растёт. Вот, кстати, рядом крапива, они как-то соседствуют. Я замучилась из малины каждый год выдирать крапиву и полынь. Там одна полынь бывает, так вырастет выше меня. И прямо дерево деревом, особенно осенью, когда засыхает. В общем, полынь. Одна знакомая бабушка говорила мне, что когда не было ещё, не появилось в Советском Союзе всех этих сред для волос, бальзамов, ополаскивателей, были только шампуни. Они брали, ну, в деревнях вообще, наверное, только мылом голову на тот момент. Да и в детстве вот мне мама мыла совсем мелкой голове детским мылом. Короче, берёшь полынь. Кошка у меня по спине залезла. Ты-то не видишь, а я это чувствую. И сейчас залезла на голову. На голове мне кепка. И делаешь отвар. Можешь посушить полынь, а потом сделать отвар. И окачиваешь волосы. Для любого типа волос. Волосы скажут тебе спасибо. Прям так словесные скажут. А вот крапива. Берёшь крапиву, из крапивы щи варят. Ну уж помоложь, конечно, надо брать крапиву на щи. Окачивать можно волосы. Можно даже вот такую большущую крапиву взять. Корни, конечно, у неё не надо брать. Насушить её, а потом делать отвар для волос. Вот. Жасминчик. Вкусно с чаем. Но в этот раз я попала, но уже на такой момент, когда жасминчик отцвёл. А уезжал он только ещё собирался цвести. Но если ты попал на момент, когда он цветёт. Я знаю, что в Карелии он как-то местами раньше начинает цвести. Бывает разного сорта. Местами позже начинает цвести. Потому что попадало на него. И собираешь, сушишь. С чёрным чаем некоторым нравится. Обычно он с зелёным идёт. Вот я просто помню, что мне с чёрным чаем как-то дарили чёрный чай с жасмином. Но очень на любителя. Обычно вкуснее с зелёным. Вот зелёный чай с жасмином. Очень вкусно. Попробуй освежающее такое яблоня. Когда-нибудь она нам будет плоды приносить. Но в этом году тоже не судьба. Хотя у неё цвела одна лишь ветка. Короче, берёшь листик яблони. Берёшь, ну может пару листиков яблони. Листик черноплодной рябины. Вон там у нас куст приблизила тебе. Нет черноплодной рябины. Можешь обойтись без неё. Берёшь пару листиков чёрной смородины. Вот она у нас зреет. Можешь мятки, ромашки. И чёрного либо зелёного чая завариваешь очень вкусно. А можешь просто взять листик яблони. Листик смородины. Если у тебя проблемы с сердцем и низкое давление. Можешь взять ещё листик вишенки. Вишенку не могу показать. В саду у нас её нет. И можешь взять, если, допустим, с сердцем у тебя всё в порядке. Либо же вишенки нет. Но есть при этом. Арония, она же чёрная рябина, черноплодка. Вот куст как раз на него направляет, да, там пчёлки фоном. И заварить это всё крутым кипятком. Дать настоять 15 минут и пить. Здесь у нас на пне в этом году, вот уже так, к середине лета, приличненько выросла молодых леточек яблони. И сочерестник ещё не зацвёрчий. Вот сами листики леточки. Мальва тут растёт. Мне надо придумать как-то, чтобы её городить, чтобы мои родственники не спиливали её, когда косят. Потому что как-то она была приличная, но не думая скосили. И здесь у неё уже несколько кустиков этой мальвы. Это как раз та самая мальва, которая в начале видео была та самая, которую в других местах называют алтей лекарственной. Вот наш подорожник, естественный среди обитания. Вот он, вот он. Это палочки с будущими зёрнышками. Я вчера, кстати, завалила свежие зёрнышки. Ну, на вкус он как грибы, свеженький-то. Как сушёный, то он немножко другой по вкусу. И протирала лицо и свои вот ранки на руках, ногах. Откоски и слепни оставленные. Вот листик подорожника. Помой, оторви, помой, приложи к ранке. Берёзка. Молодые листики берёзки. Иногда бывают такие чаи, встречаются, составят там всякие травки. Чёрный чай, липо-зелёный и листик берёзки. Полезно, вкусно. Можешь, ну да, берёзовым веником в бане попариться. Можешь дождаться весны и набрать немножко берёзовых почек. Из берёзовых почек, вот, листики молодые потом появляются. Но немножко можно. И сделать отвар, либо настой. Можешь мордочку лица протереть. Можешь окатить волосы. Есть какой-то шампунь у Гринмамы с берёзовым листом и чем-то ещё. А можешь прополоскать зубки, если у тебя кровоточат дёсны. Кстати, кору дуба тоже для этой же цели можешь использовать. А можешь просто прополоскать, если какие-то болят. Режутся у тебя зубки, вдруг у тебя тоже молочное. И вот одни отходят, другие приходят. Вот он дуб, который я показала. Это как раз вот ветка от него. Дуб-дуб. Он как раз тут. Клодики только ещё начинает давать. Жёлуди свои. Вот наш дуб. Вот мальва. Он желтый лекарственный. И люпин естественный среди обитания. Тут, кстати, есть ещё люпинчик, который только-только ещё начинает свисти. Я на него направила камеру, но, возможно, ты его увидишь, зритель. Вот он чертополох. Он же лопух. Он же репейник. Репейное масло, да? Вблизи я сейчас у фермы. Возвращаюсь домой чуть раньше. А вот здесь у нас, смотри, зритель, я видела у нас у дома на дороге, но очень маленькая, отвлеклась и не смогла заснять. А тут есть пустырник. Если у тебя проблемы с сердцем и с давлением, то нарви веточек, посуши, а потом позаваривай. Можешь даже настойку сделать. Тогда тебе не придётся покупать её в аптеке. Очень много замечательных растений есть у нас вот в округе. И сейчас июль, первая декада его. В июле можно было ещё увидеть, допустим, кстати, вот пижма ещё очередная. Купавная, они же купальницы. Такие жёлтенькие, покрупнее, чем лютики. И их можно собрать цветочков, посушить, а потом сделать отвар. Для волос или ванну заварить. Ну, тогда побольше собрать придётся, если у вас проблемы с кожей. Или просто делать тоник для лица. Есть вот расторопша. Похожа на василёк, который у меня вот был. Ну, конечно, она другого цвета. И семена расторопши принято кушать. Если вас мучают запоры. Или вы хотите похудеть. Я пока семена расторопши не покупала, как бы их можно самой собрать и насушить. Я просто иногда завариваю их в чай, как общее покрепляющее средство. Вот опять расторопша. Вот эти сиреневые цветочки. Да, я сейчас снимаю на телефон, потому что камера у меня уже в рюкзаке. Возможно, где-то местами дрожит рука. Вот снова у нас тут пустырник. Конечно, у дороги его не вариант. Собирать хоть здесь уже. Судя по тому, как я шла. Смотри, зритель. Идея моей тётушки. Потому что там у нас была грозища. И было мокро. Судя по тому, что я тут шла и тут всё заросло уже. Никто не лазает. Но всё же лучше его собирать где-то ближе к какому-нибудь полю. Так что хочу тебе сказать, зритель. Всякие растения, я думаю, есть и у тебя дома под носом. Если у тебя есть возможность вылезти, допустим, куда-нибудь на природу. Обязательно что-то найдётся. Но обязательно какое-нибудь полезное, лечебное. Это не все растения, которые я хотела бы тебе показать. Но на данный момент это именно те растения, которые вот так вот на вскидку. Не глядя за песнушку или ещё куда-то, в травник какой-нибудь. Лазая в интернете или вспоминая долго-долго. Могу чисто тебе назвать по названиям сразу. И сказать минимальное количество информации. О том, для чего вот они, их польза или что-то типа того. Спасибо тебе за просмотр этого ролика. Надеюсь, ты заинтересовался, заинтересовалась, вы заинтересовались травами. И полезли после этого в какой-нибудь поисковик почитать. А может даже решили собрать что-то для себя. Пока.